Боже, что они все такие грубые, зачем они меня постоянно трогают? Всё пройдёт, всё в жизни будет у нас отлично. У них хлеб весь сладкий, сладкий майонез. Они мне что-то рассказывают, и я улыбаюсь и киваю. Пожалуйста, на немоделии встал, правда, на ваших посадочных этапах. Всем привет, вы смотрите «Открытый канал», это «Человек на карте мира», и сегодня мы впервые поговорим о жизни в Китае. Анна Пехтовникова, 29 лет, Шанхай, Китай. В Китае полгода, около полутора лет жила в Германии, Голландии, Португалии и Чехии. Образование высшее, программист, работала в компании «Бош». Жизнь коротка, поэтому начинать надо с десерта, считает Анна. Анна, привет. Думала ли ты когда-нибудь, что будешь жить в Китае? Нет, честно говоря, вся моя работа и направленность до этого были связаны с Европой. И когда первый раз зашел разговор о Китае, так как головной офис «Бош», который находится в Энгельсе, сейчас здесь, в Шанхай, первые-первые слова мне казалось это каким-то невероятным приключением, невероятным событием, если мы сюда поедем. И я до того, как мы переехали, ни разу в Китай не была. Были ли какие-то моменты, которыми тебя удивил Китай? Первое, наверное, стереотип, который у нас есть, и они у меня постепенно либо оправдывались, либо разрушались. Первый, который был, это количество людей. Китайцев очень много, все знают, что это очень настеленная страна. И когда я первый раз сюда приехала, я готовилась, я морально, что да, они будут, они будут везде, люди. Но когда ты стоишь в очередь в лифт, банально, чтобы доехать к тебе домой минут пять, и потом, доезжая до 30 этажа, ты останавливаешься через один, проходит еще пять минут. Люди, ты постоянно в обществе. Не раздражало ли такое большое количество людей? Есть замечательное кривое настроение человека при переезде в другую страну. Я с ней раньше была знакома, и здесь я ее очень чувствовала, как я прохожу. Когда ты сначала приезжаешь, у тебя розовые очки, у тебя эйфория, новое место, с широко раскрытыми глазами, на все ты смотришь и радуешься искренне, как ребенок. Ну, наступает вторая стадия, да, она у меня тоже была. Стадия, когда тебе начинает раздражать разница менталитетов, разница культур, разница поведения людей. И здесь, из-за того, что людей очень много, например, люди не замечают, когда они толкают друг друга. Они не замечают, когда они стоят на ногу тебе, и они даже не извинятся, не повернут голову, они просто пойдут дальше. Сначала казалось, боже, что они все такие грубые, зачем они меня постоянно трогают? Они даже сами не замечают, они настолько к этому привыкли, настолько привыкли находиться в толпе, что реагируют на это абсолютно спокойно. Они вообще при темпераменте очень спокойные, раздразнить китайца очень сложно. И они ко всему относятся, все хорошо, все пройдет, все в жизни будет у нас отлично. И поэтому вот с этим таким каким-то позитивом они идут по жизни легко. И я решила, что необходимо открыться и попытаться реагировать это не со стороны россиянина, со стороны человека местного. Если ты приходишь на перекресток, там, как правило, стоит милиционер, он там показывает, так, ты пошел сюда, ты пошел сюда, по этой стороне вы идете в одну сторону, по другой стороне вы идете в другую. И люди сами по себе, они себя абсолютно комфортно чувствуют в таком большом количестве народу, но которое организовывается кем-то. Мне казалось всегда немножко как-то некомфортно, когда тебе говорят, так, ты тут иди, ты тут не иди, вот тут повернись, тут вот присядь. Но сейчас я понимаю, что это необходимость при таком количестве людей. И я тоже следую этим правилам. Второе, что меня поразило, это цены. Стереотип у нас, у российского человека в Китае, что-то дешевое, дешевые продукты, дешевая одежда, техника, еда. Тем не менее, могу сразу сказать, что цены здесь выше, чем у нас. Мало того, здесь выше даже цены, чем в Германии. Цены на съем жилья, цены на продукты. Продукты, которыми мы, европейцы, можем питаться, это здесь завозные продукты из Новой Зеландии или из Австралии. Соответственно, цены будут гораздо выше. Наверное, зарплаты в Китае тоже соответствующие. Если брать, например, индексы, да, у каждой страны есть индекс. Я могу сравниваться только с Москвой, потому что с Саратовым было бы не вполне логично, то выше Москвы примерно на 40%. Из приятного удивления это климат. Здесь нет зимы, температура опускается ниже нуля крайне редко. Я сейчас говорю про центральный и южный Китай. На севере, конечно же, где мы граничим с Россией, там похолоднее. Здесь же климат такой тёплый, зима зелёная, пальмы, птички поют, парков много. И ты выходишь на улицу в лёгкой одежде и наслаждаешься тем, что тебе не нужно путаться. Китайская пища, она же очень специфичная, как вы привыкали. Медленно, но сложно. Мы стараемся что-то пробовать и для себя открывать новые вкусы, продукты. Покупая даже продукт, который ты думаешь, ты знаешь, например, хлеб. У них хлеб весь сладкий, как наш батон, но ещё слаще. И ты вроде видишь, хлеб отличный, тостовый, нарезанный, выглядит как наш. По факту он очень отличается по вкусу. Сладкий майонез у них. Действительно, китайских продуктов больше завозные есть в таких больших международных гипермаркетах. Их нужно искать. Они будут дорогие. Они будут тоже не всегда похожи на российские наши, но что-то более или менее. Много было таких казусов, когда я шла в магазин, покупала картошку, наивно полагая, что это и есть наша картошка. Сейчас её пожарят. А оказывалось, типичная азиатская сладкая вот эта картошка. Здесь всё заказывается онлайн, оплачивается всё онлайн. С помощью смартфона ты, ну, не знаю, всю жизнь сможешь себе организовать. И это дёшево, быстро, и не нужно ехать через полгорода, чтобы это найти. Мне рассказывали, что есть какие-то такие столы традиционные, как бы для китайских ресторанов, что там внутренний круг, где стоит блюдо, крутится, а внешний, где твои тарелки, сохраняется, и ты можешь попробовать разные блюда. Ну, это действительно так. Здесь вообще не принято заказывать одно блюдо. Как вот мы, европейцы, хотим прийти в ресторан, взять свой, не знаю, шницей с картошкой, и вот его вот свой один есть. Здесь, как правило, даже комплекс, например, на предприятии состоит из шести маленьких блюд, таких вот пялочек, и там будет немножко у тебя капуста какой-то маринованной, там с чили, немножко курочки с костями, немножко ещё чего-то, всего-всего-всего по чуть-чуть. Не принято доедать, ты вроде как бы всё попробовал, что тебе понравилось, покушал, разнообразно. И в ресторанах, соответственно, если это китайский ресторан, то будет точно так же. Есть рестораны, где крутятся столы, и все набирают себе, помимо риса, разных закусок, рыбу, мясо, которые хотят. Либо это хот-кот, когда тебе приносят такой бульон разный, тоже в больших мисках, ты берёшь сам свежие овощи или мясо, что тебе больше по душе, грибы, например, бывают тоже, и окунаешь туда и кушаешь. Но вот как и про магазины, здесь тоже всегда у меня возникает вопрос, заказывая те же самые овощи, они мало того, что выглядят по-другому, по-другому настолько, что ты их никогда в жизни не видел. И когда ты пытаешься за Google Translator перевести, что это бы значило на русском или на английском языке, то, как правило, это будет звучать, например, лошадь, почта, конверт. И ты думаешь, что это вообще? И просто без идей. Или ты переводишь, например, название переводится «зелёный овощ». Ну, видно, что он зелёный, понятно, что это овощ. Лапша и дамплинс, которые похожи на наши пельмени, но они, как правило, больше по размеру, как манты, наверное, можно представить. И они тоже бывают жареные на пару. Это еда, которую они едят постоянно. Они и лапшу едят, такой суп из лапши и на завтрак, и на обед могут, и на ужин. Они не очень рады ходить в какие-то иностранные рестораны. Это больше мода сделать селфи, что ты сидишь в Старбаксе. Но по факту человек придёт в Старбакс, закажет также чай, потому что чай — это то, что они пили веками, это их традиции, а не кофе. В нашем понимании что-то китайское — это что-то непонятное. Вот расскажи вообще с китайским языком, с их иероглифами, как обстоит дело, и насколько в Шанхае нужно знать китайский язык? В Шанхае мне критично, хотя каждый день сталкиваюсь я с ситуациями, когда мне лучше было бы знать китайский. В магазине не будут люди говорить, продавцы где-то там, в кофешопах не будут, скорее всего, знать язык. На улицах единицы знают, и то не все. Молодёжь в какой-то мере, да. Люди более пожилого возраста, больше вероятность, что ты найдёшь русскоговорящего человека. Китай и СССР плотно сотрудничали. В основной массе люди учили их в школах и дальше русский язык. И поэтому, если это пожилое поколение, то скорее оно что-то помнит с русского. Ты можешь встретить людей, которые базовые фразы ещё с молодости помнят. Но иностранный язык английский был не востребован у них на тот момент. Да и сейчас тоже не очень, потому что много внутренний рынок сильный, много компаний китайских, которые здесь набирают сотрудников, которые работают с китайскими поставщиками на китайский рынок. И, соответственно, сотрудникам абсолютно нет потребности знать иностранный язык. Я бы хотела выучить язык, и для меня это такой пунктик, когда человек приезжает, и он пытается освоить культуру, он показывает и людям свою заинтересованность, и сам себя чувствует более своим в обществе. Однако здесь даже в университетах часто проверяют музыкальный слух, когда люди начинают учить китайский. Я помню, что у меня в музыкальной школе на хоре всегда были проблемы. Мне говорили, девочка, пожалуйста, ты можешь рот открывать, но главное не пой. И поэтому был у меня какой-то комплекс, я понимаю, что у меня не такой хороший слух, и сейчас я вижу последствия этого, так как в китайском есть разные тона, и каждый тон будет означать своё слово. Например, ты скажешь там «ма» или ты скажешь «ма», то это разные слова. Если иностранец, звучавший китайский, говорит, я понимаю, какой тон он хочет сказать, но когда говорит носитель языка, для меня это один сплошной звук, я пытаюсь, но я всегда как пальцем в небо промахиваюсь. Город Контрастов. Здесь есть река, которая разделяет город на два района. Район Пудонг – это вот типичный район с небоскрёмами, вот этой башней Тивитауэр, и офисными зданиями, такими очень высокими, мелькающими вывесками. Пудонг – это больше бизнес-центр, финансовый центр, который возник всего лишь после 1994 года, очень быстро застроилось болото, и сейчас представляет собой район, куда стекаются международные инвестиции. Город построен таким образом, что в каждом райончике есть небольшой парк. И иногда даже это может быть не парк, а просто маленький прудик, скамеечка, беседка, и несколько деревьев прямо рядом с установкой общественного транспорта. Люди там отдыхают, расслабляются, устал от суеты, присел на лавочки в деревьях, в прудике, в карту посмотрел и пошел радостно дальше на работу. Район второй называется Пукси, где, например, мы живем. Это район более европейских или китайских построек. Например, французский район, который был действительно построен французами, и там стоят тополя, европейские двухэтажные небольшие домики, и все прямо навевает тебя какими-то улочками Парижа, воспоминания навевает. И в этом регионе действительно есть и старые постройки, маленькие улочки, очень простые дома, не совсем чистые, без центрального отопления или водоснабжения. Но сказать, что это портит шарм города, я не могу. Традиции и прогресс, как это сочетается? У них традиции, они пытаются сохранить, они пытаются их чтить, стараясь дистанцироваться от американского влияния или вообще иностранного любого влияния. И это сильная политика государства, их такое направление, которому они придерживаются. И поэтому, например, многие сайты, которые мы привыкли, заблокированы здесь. И люди сами продолжают следовать традициям. Например, такой, может быть, грустный пример. Вчера мы разговаривали с подружкой, которая тоже по работе живет здесь сейчас, про рождаемость. И до сих пор в семьях, как было тогда, еще в послевоенные годы, хотят, чтобы рождались больше мальчики, поэтому пол родителям никогда не говорят будущего ребенка. Если мать узнает, что она беременна девочкой, часто даже на поздних фроках избавляются от ребенка, потому что в семье считается более статусно иметь мальчика. Поэтому традиции, они неискоренимы, они есть, и с ними сталкиваешься ежедневно. По сравнению с русскими людьми, которые больше открыты и нам нравится что-то европейское или американское, то у них чувствуется такая дистанция. У них много своих певцов, которых они слушают, там музыку свой стиль, одежды свой стиль. И они до сих пор продолжают ходить, например, в национальных каких-то платях. То есть культурные, вот эта четкая стезя, она прослеживается. Еще, если говорить про праздники, они есть. Например, Новый год до сих пор отмечается не как по нашему, не по ульянскому календарю, а по лунному календарю. Он наступает в начале февраля, длится две недели. Это праздники, когда люди едут в свои семьи, нет нарядных елок или фейерверков, как мы себе представляем. Люди едут домой, проводят время с семьей. И он называется праздник весенний, весенний фестиваль. Также есть другие национальные праздники, например, Золотая осень. Она отмечается с 1 по 7 октября. И это тоже официальные праздники, каникулы, когда люди не работают, не ходят в школу, и они все отмечают. Это все великолепно, очень удобно. Метро огромное. Это больше 300 станций. Шанхайское метро, 17 линий. И в любую точку города ты можешь доехать на метро. Метро ездит часто, зависит от тоже нагруженности линии. Но, скорее всего, каждые 3 минуты приходит новый поезд. Чистый, очень с хорошей звукоизоляцией. И он намного быстрее, чем, например, метро Московская. Здесь вообще и поезда, и метро очень быстрые. Поэтому большие расстояния в городе ты можешь преодолевать за пару часов. Я была, честно, поражена, когда поехала к друзьям в гости, в город Ухань. И поезд ехал 300 км в час. То есть расстояние, как от Саратова до Москвы, я преодолела за 3,5 часа. Счастливая. Из поезда вышла. И я считаю, это божественно. Быстрее бы у нас тоже организовали такие сообщающиеся, хотя бы основные точки в России поезда. Sharing bikes или так называемые велосипеды в прокат. Еще одна особенность Шанхая. Всего за 9 рублей в час можно снять вот такой велосипед и оставить его там, докуда ты доехал. Квартира, где мы живем, это квартира обставленная и созданная специально для иностранцев. Например, в Китае не принято делать унитазы, как унитаза. У них это такой вариант деревенский в нашем представлении. Это дырка, и ты там в козе птицы сидишь. Они считают, что это полезно для здоровья. И поэтому такие туалеты везде. Для нас было принципиально, чтобы у нас была больше европейская квартира, чтобы у нас было стандартное привычное нам условие, чтобы у нас позволяла площадь. Например, не так популярный высокий стол, например. Не низенькие такие кофейные столики, а стандартный стол, где ты можешь сидеть и ужинать, чтобы у тебя была посудомоечная машина. Это тоже то, что не принято у них абсолютно. И для них это какой-то экстраординарный запрос. Отопление, например, есть? Есть в Северной Китае, где они обрезали по городу Ухань, сказали, что все, что выше этой границы, тут, значит, Северная Китай, тут холодно, и у нас будет центральное отопление. Шанхай находится ниже этой границы, соответственно, центрального отопления, как и в других соседствующих городах, в городе нет. И китайцы сами по себе, они не привыкли к теплу дома. У них нормально, что ты заходишь с улицы в помещение, и температурный контраст у тебя никак не ощущается. Ты ходишь дома, как правило, в какой-то куртке, в школе дети занимаются в куртках, и дома они также постоянно находятся в одежде, они спят в теплой, тоже такой, как байковой пижаме, и чувствуют себя вполне нормально. Мы привыкли, что пришел домой, ты снял себя, все, и в майке такой радостный ходишь. Поэтому мы не искали квартиру с возможностью отопления, в нашем случае это отапливаемые полы и система кондиционирования. Однако это не центральное отопление, это не батареи, это, по сути, кривор, который работает на электричестве. И, конечно, в первый, я помню, квиток за электричество, которое мы получили, и были не в шоке, а просто даже мы не подумали, что это вообще реально. За два дня в декабре мы приехали 30-го числа и 31-го, соответственно, за два дня декабря квиток по электричеству, сколько мы потратили электричества, был сопоставим с объемом электричества, который мы тратим в Энгельсе в месяц. И мы сначала думали, как же это вообще возможно. Понятно, что здесь такие электричества, вода, какие-то оплаты коммунальных услуг, она дорогая. Еще одна особенность, которую, наверное, стоит отметить, это очистители воздуха. В любой квартире китайской это обязательный атрибут. У нас тоже их можно встретить в больницах, портативные бывают устройства. Похожие по своему внутреннему наполнению на пылесос. У них стоит хепофильтр, они собирают воздух, очищают его от каких-то крупных примесей, частиц, и выпускают чистый воздух с другой стороны. Так как здесь экология плохая, и часто смог, зимой он еще более сильный, поэтому воздух в помещении чистить обязательно нужно, иначе это ведет к различным заболеваниям легких. На улицах, если воздух плохой, мы одеваем маски и ходим в масках. Каждый день ты проверяешь индекс воздуха точно так же, как ты смотришь температуру на улице. Если выше определенного значения, то ты одеваешь маску, и дома ты не открываешь окна, а включаешь хепофильтр, который постоянно у тебя работает, это чиститель воздуха, и делает приемлемым для качественного уровня жизни у тебя условия внутри. Ты жила в разных странах, в разных городах. Есть какие-то вещи, которые только в Китае, и нигде до этого ты не видела? Тут много вещей, но один пример могу рассказать по поводу чая. Я думала, искренне полагала, что я знаю, что такое чай, я могу представить, какой чай люди пьют. В первую неделю, когда я встретилась со своей коллегой-китаянкой, с которой мы работали вместе в Германии, она угостила меня чаем, за которым мы стояли в очереди 30 минут, и это был типичный китайский чай. По факту он выглядит как очень слабо теплая, разбавленная большим количеством молока вода, с плавающими там желеобразными шариками. И сладковатая слегка. И то, как мы представляем себе, например, чайные ритуалы, как здесь они привыкли пьют на улице каждый день, это немножко отличающиеся моменты, и я не могу сказать, что я была впечатлена, я делала радостное лицо, из вежливости говорила, что обалденный чай, и потом тихонечко от него избавилась по дороге. Меня поразило, умиляет до сих пор, когда ты выходишь из дома, и тут прямо у тебя перед подъездом, можно сказать, люди собрались, они принесли музыку, они надели удобную одежду, и они вроде танцуют, вроде это какое-то упражнение для тела, может быть, с боевыми искусствами немного, на свежем воздухе все вместе, дружненько, в течение часа вечером так занимаются. А ты представляешь, как это организовано? То есть, как люди узнают об этих зарядках, как они собираются? У них есть мессенджер, который самый популярный в Азии, он называется WeChat, и там есть группы, есть группы, например, русскоговорящих китай, есть группы людей, которые любят делать зарядку в районе Джинган Темпл, есть люди, которые, не знаю, по кофе фанатеют и встречаются на бранче каждую субботу. То есть, люди находятся в таких группах, они вступают, вся информация там есть, и расписание, и плюс они там общаются. А если ты говорила, что от европейской культуры или американской китайцы как-то пытаются дистанцироваться, то вот говоря об иностранцах, они легко общаются или все-таки чувствуется какая-то закрытость? Каждый иностранец, живущий в Китае, привык к тому, что он здесь выделяется. Ты не можешь, как в Европе, ходить тихонечко, пока ты рот не открыл, в принципе, непонятно откуда. Здесь, как только ты заходишь в метро, все сразу такие, хоп, все, зашел иностранец, дети начинают на тебя показывать пальцем, некоторые люди с потешка фотографируют, и ты чувствуешь себя белой вороной 24 часа в сутки. Поэтому иностранцы, когда они видят друг друга, эти похожие черты лица, они тянутся к друг другу, бегут друг к другу. В первое время, когда я видела человека европейской внешности, я улыбалась по весь рот, говорила «хеллоу» и очень радовалась любому общению. А среди вашего круга общения есть китайцы? Получается ли с местными жителями отношения завязывать? Наш компаунд такой международный, поэтому мои соседи в основном тоже иностранцы. Тем не менее, китайцы, народ очень доброжелательный. Они будут тебе улыбаться, они будут здороваться. Вот пять раз в день ты человека встретишь, пять раз он с тобой поздоровается. И не всегда это обязательно здравствует. Он может сказать что-нибудь типа «О, пришел», «Ушел», «Куда-то пошел». И это все для них общение. Я всегда с радостью разговариваю с кем-то. У нас в доме, например, есть ресепшн, когда я там людей встречаю, когда приходят женщины у нас собираться, они тоже всегда что-то пытаются мне сказать. Я им тоже пытаюсь что-то сказать, но мы друг друга не понимаем. Они мне что-то рассказывают, и я улыбаюсь и киваю. И все. И говорю в шиши, что значит спасибо. На йоге также очень большое количество людей. И ты иностранец, ты бросается в глаза, они пытаются что-то тебе сказать. «О, как ты приехал, что ты делаешь?» В Китае есть выражение «Все строится на отношениях» или «Лайчнчу фёст». И это действительно так. И в офисе, и в обычной жизни очень важно выстраивать с людьми отношения. И они сами этому уделяют большое значение. Следует понимать, что китайцы, если вы хотите от них, например, той же динамики в бизнесе, как в Америке, то не стоит рассчитывать на это, потому что это люди нерасторопные. Им нужно больше подумать, помедитировать, посозерцать. Форсировать события здесь не всегда получается. Что-то быстро сделать, открыть бизнес, пострадать с государственными органами, скорее всего, это будет немного медленнее. Спасибо большое, Ань, что была первой, кто рассказал нам о жизни в Китае. Я тоже очень рада. Это был «Человек на карте мира». Смотрите открытый канал, ставьте лайки, подписывайтесь. А новый выпуск уже через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова